Спасают теплые полы и кондиционер, включенный на обогрев. Батареи уже неделю холодные, жалуются люди. Причиной стала коммунальная авария. Правда, никто не торопится ликвидировать последствия. 25 марта у нас потекла, видимо, труба прорвала ее и вода текла у нас в подвал. Мы обнаружили это, вызвали аварийную службу, ПТС. Закрыли, перекрыли, сказали, сети не наши и мы поедем дальше. А вы, если хотите с нами работать, значит, вы нам заплатите за это и мы вам отремонтируем. К решению вопроса подключились представители районной администрации, говорят жители. Правда, в назначенный день их подрядчики так и не приехали. Они обещали вчера приехать. звонят мне и говорят, извините, у нас какая-то авария случилась на дороге. И, в общем, сегодня обещали. Вот все-все это в силе, сейчас приедем, отремонтируем. Вот. Ну и все на этом. Вот ждем мы их, вы вперед их приехали. А тем временем люди продолжают мертв на своих квартирах. В доме много пожилых людей и семей с детьми. Первые несколько дней прожили, у нас температура опустилась вообще до 15 градусов. То есть вообще было невозможно. Мы два мощных обогревателя поставили в разные комнаты. Вот у нас она до 20 иногда доходит, когда мы на полную мощность. Но представляете, какой будет счет за электроэнергию. И прогреть мы не можем круглые сутки же топить. Это опасно и для здоровья. А у нас ребенок маленький. Кроме того, людей волнует вопрос об устройстве территории во дворе. Дороги все разбиты, а тротуары просто отсутствуют. И как людям ходить непонятно. Нам даже тропинки нету. И говорят, дорога, а где мы должны ходить? А зимой мы ходим, сосульки, то гляди на голову свалить. Мы там боимся ходить. Это вообще очень брошенный дом. 44 года. Мы никому не нужны. Почему лужа? Потому что дорога вот такая вот, вся, буераками. Проехать нельзя. Через наш дом проезжает вот из арки люди, чтобы эти машины, чтобы быстрее им. Мы не можем не поставить никакие заграждения, ничего. И мы вот плаваем, плаваем. И ходить нам негде, потому что машины идут. Это постоянно, постоянно. Машина за машиной. Жители просят районную администрацию и вышестоящие органы подключиться к решению всех этих проблем.